Здравствуйте! Сегодня я записываю лекцию по дисциплине менеджмента информационных систем. Лекция посвящена управлению интеграцией. Для начала давайте разберемся, что же такое интеграция и что в данном курсе мы будем под этим словом понимать. Итак, попрошу вас вот это определение записать. Итак, интеграция процессов управления проектом – это методика организации процессов, необходимых для обеспечения непрерывного комплексного управления проектной деятельностью. Давайте разберемся с этим определением. Итак, первое. У нас здесь есть термо «методика». Что такое методика? Я попрошу вас записать, что методика – это комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемых результатов. Методика – это комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемого результата. Еще раз давайте я повторю быстро, что методика – это комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемого результата. У нас какой результат? Спроектировать информационную систему, например, разработать ее, внедрить, сопровождать и так далее. Это комплекс мероприятий, который нам позволит в установленные сроки разработать информационную систему, которая отвечает требованиям технического задания, то есть удовлетворяет заказчика. Естественно, что даже процесс проектирования в отдельности – это большое число процессов, подпроцессов и укропленных групп процессов. Многие из них должны происходить, протекать одновременно. И наша задача, как людей, которые этим процессом управляют, добиться того, чтобы, во-первых, между этими всеми этапами была четкая взаимосвязь. Чтобы было единоначальное управление. И чтобы от этой взаимосвязи и единого управления достигался эффект синергии, который позволит улучшить характеристики этого процесса. То есть, например, ускорить разработку, ускорить проектирование. Чтобы требуемые параметры были достигнуты или даже превосходили таковые, если это возможно, без увеличения стоимости и так далее. То есть, получается, что вот эта методика организации процессов, то есть, как их организовать, как выстроить, как построить взаимосвязь между ними, которая необходима для обеспечения непрерывного комплекса управления проектной деятельностью. Чтобы не было простоев, невынужденных и так далее и тому подобное. Также отметим себе, что цель интеграции состоит в достижении эффективного взаимодействия процессов управления проектами, которые обеспечивают достижение цели проекта. Итак, я попрошу вас записать, что цель интеграции состоит в достижении эффективного взаимодействия процессов управления проектами, обеспечивая достижение цели этого проекта. Теперь давайте перейдем от теории и терминов к рассмотрению процессов, которые мы подразумеваем под интеграцией. На правой части слайда вы видите специализированную модель жизненного цикла информационного проекта. Главный блок, представленный на этой части слайда, это управление интеграцией. Управление интеграцией это одна из областей знаний управления проектами с точки зрения различных методологий разработки и внедрения. Например, в данном случае описывается модель, которая соответствует стандарту управления проектами Microsoft Solution Framework. С другой стороны, может быть рассмотрена унифицированная ступенчатая шлюзовая модель жизненного цикла проекта. Я обязательно в конце этого видео размещу концевую сноску на лекцию из курса проектирования информационных систем, как раз записанного мной недавно. И вы можете посмотреть его для того, чтобы вспомнить, какие модели жизненного цикла существуют. Напомню вам, что это у нас с вами по сути дела поэтапная модель. Каскадная здесь изображена, но конечно же надо понимать, что современные проекты в таком чистом виде, когда следующий этап выполняется только после начала предыдущего. Работать сейчас это не работает, то есть это в принципе невозможно. Поэтому просто здесь не показана обратная связь. То есть это поэтапная модель с обратной связью. Здесь вот еще вот так схематически добавлен блок принятия решения. То есть вот у нас допустим этап формирования концепции. И в этот блок мы в нем концепцию будущей информационной системы формируем. Мы также формируем концепцию того, как она будет проектироваться, разрабатываться и внедряться. Затем принимается общее решение вот здесь. То есть да или нет. То есть соответствует у нас полученная концепция всем требованиям, например, стандарта или нет. Если да, то мы переходим к следующему этапу. Например, определение параметров. И так далее. Значит, между собой эти две модели, стандарта вот эта ступенчато-шлизовая модель жизненного цикла и специализированные модели стандарта Microsoft Solution Framework соотносятся следующим образом. Вы видите на этом слайде, что формирование концепции относится к процессу инициации. Затем определение. Это этап планирования. То есть определение соответствует этапу планирования. Дальше идет очень большой блок шизовой модели. Разработка и в скобочках проектирование. Здесь сразу у нас две группы процессов охвачены. Это процессы контроля и процессы исполнения. Дело в том, что они между собой взаимосвязаны. Потому что в процессе разработки и исполнения нам постоянно необходим контроль. Связано это с тем, что нам необходимо понимать, выполненные работы соответствуют общей концепции или нет. Для этого мы устанавливаем определенные вехи. Или там, как говорят, километровые столбы. Или по-английски milestones. В этих точках узловых проекта, которые определяет руководитель. В том числе количество этих точек. Периодичность контроля и так далее. Мы выполняем проверку. Соответствует ли то, что мы на данный момент создали. Общей концепции нашего проекта. Если соответствует, то мы движемся дальше. Если мы начинаем отставать. Например, у нас соответствие идет в сторону хуже. То есть мы получили хуже, чем должны были бы. То мы возвращаемся на исходную позицию. И занимаемся переделкой того, что уже сделано. Для того, чтобы не начинать новый этап. И потом полностью заново не возвращаться к предыдущему этапу. Ну и наконец ввод в эксплуатацию. Это процессы завершения. Теперь давайте вернемся обратно на этот слайд. И разберемся с этим более подробно. Итак. Согласно стандарту PMBOK. Мы его с вами уже разбирали на лекциях. Еще очных. Управление интеграцией. Вот этот наш блок. Он включает в себя 5 групп процессов. Первый это инициация. Затем второй это планирование. Исполнение и контроль. Как мы видели, они взаимосвязаны. И наконец завершение. Результаты процессов из группы инициации. Являются входящей информацией. Для группы процессов планирования. Действительно. Мы уже с вами на занятиях разбирали. Что сначала у нас идет инициация проекта. То есть. В реальной жизни. Что происходит. Руководители какого-нибудь предприятия. Или организации. Они понимают, что им необходима информационная система. То есть им нужна автоматизация бизнеса. Дальше они встречаются с компанией разработчиком. Которая будет эту информационную систему им разрабатывать. Может быть адаптировать. Если это типовой вариант решения. И так далее. В первую очередь подписывается декларация о намерениях. То есть о том, что они собираются дальше сотрудничать. Затем обсуждается экскизный проект. То есть. Приходит компания интегратор. Иногда это та же самая компания, которая в дальнейшем будет автоматизировать бизнес. Иногда приходит компания, которая специализируется только на интеграции. То есть это по сути дела обследование предприятия, которое собирается автоматизироваться. Описываются бизнес процессы. Описываются особенности. Учитываются специфические требования. И так далее и тому подобное. После этого процесса. После того, как мы просто проанализировали существующую организацию. Описываются бизнес процессы и так далее. Формируется экскизный проект. То есть. Экскизный проект нужен для того, чтобы показать заказчику. Как подрядчик видит создание и развертывание информационной системы. Какие виды работ будут автоматизированы. Какие нет. Какова будет стоимость. Что нужно будет для этого сделать. Затем идет довольно сложный этап переговоров. Потому что естественно, что заказчика что-то может не устраивать. Что-то он может не понимать. Естественно, что любому заказчику хочется получить как можно больше. За как можно меньше деньги. И так далее и тому подобное. То есть. Здесь происходит работа в треугольнике компромиссов. Которые мы также с вами разбирали еще до этого. Наконец. После того, как основные вопросы с заказчиком согласованы. Переходим к созданию технического задания. Техническое задание. Это уже более серьезный документ. В котором описываются те требования к информационной системе, которые создаются. И требования к характеристикам, которые эта информационная система должна обеспечивать. Затем на основе технического задания составляется договор. Поскольку современные реалии не требуют от нас соблюдения ГОСТа, иногда все эти параметры, то есть вот эти вопросы, которые должна освещать техническое задание, они указываются непосредственно в договоре. Но, на мой взгляд, все-таки наиболее правильным решением будет создание отдельного документа технического задания. Поскольку он должен составляться в полной соответствия, например, с ГОСТом. Я еще раз напоминаю, что ГОСТ на данный момент не является обязательным к исполнению или к использованию. Но, и также нет каких-то документов, которые бы запрещали его использование. А все-таки норматив, стандарт, национальный, такой ГОСТ, или там международный какой-нибудь стандарт, он является очень существенным документом. Если в дальнейшем возникнет какое-то недопонимание между заказчиком и подрядчиком, лучше ссылаться на такие документы, которые подтверждаются стандартами. В этом случае ваша позиция будет выглядеть гораздо более весомо. А уже договор будет ссылаться непосредственно на это техническое задание. Дело в том, что просто в договоре невозможно прописать все нюансы, создавая информационную систему. Это все-таки не технический документ, это юридический документ. И вот после того, как у нас с вами подписан документ, какое-то техническое задание, мы переходим к следующему этапу. Планирование. Здесь у нас есть документ, техническое задание, и нам нужно понять, как его реализовать. После того, как подписан договор, мы начинаем к детализации. Планирование в данном случае это детализация. Нашего вот этого процесса инициации. То есть, теперь мы начинаем считать сметы, считать нормы времени и выработки. Мы должны определить, какое число работников и так далее и тому подобное. Мы приступаем к найму сотрудников, потому что очень часто такие решения выполняются именно с помощью аутсорсинга. Я, например, уже рассказывал вам о том, что компания 1С, ну вообще любая компания-вендор, ну например 1С в частности, они используют сертификацию сотрудников. То есть, есть руководители проекта. Это 1С-эксперт. Таких людей очень немного. Например, по оценке Нургалиева, таких людей около 800 на данный момент. То есть, 800 человек обладают сертификатом 1С-эксперт. И в принципе, их количество соответствует необходимым потребностям рынка. То есть, на данный момент это число может незначительно варьироваться. Может быть там 1000, может быть 700. Но это в принципе достаточно. Потому что количество внедрений во всем мире, например, 1С работает в России, в ближнем зарубежье, в странах СНГ, в странах Восточной Европы, пользуется определенным спросом. Ну и в остальном мире тоже, но уже в меньшем процентном соотношении с другими компаниями. Таких людей достаточно для внедрения. Почему? Потому что эти проекты уникальны. Каждый продолжается определенное время. И по сути дела, руководитель проекта, в данном случае 1С-эксперт, это уникальная должность, но работа носит проектный характер. То есть, вот эта группа и этот человек нужен только на время реализации проекта. После окончания реализации проекта, он не то что увольняется, он просто очередной раз остается без работы и ищет следующего внедрения, где бы он мог стать опять человеком. Я к чему это рассказываю? К тому, что аутсорсинг в таких вопросах, это просто норма жизни. Это норма жизни, за исключением спиральной модели жизненного цикла, когда там есть вопросы с доверием заказчику и подрядчику, и так далее, и тому подобные сложности, которые требуют создания собственной структуры. И поскольку этот процесс видится в спиральном и бесконечном, то там нет смысла работать на аутсорсинге. Но во всех таких остальных крупных проектах, которые соответствуют поэтапной модели жизненного цикла с обратной связью, найм на время реализации проекта является общепринятой и наиболее широко распространенной практикой. Так, после того, как вот это планирование выполнено, то есть детализировано техническое задание, уточнены все сметы, и так далее, начинается исполнение проекта. Естественно, что при исполнении, я уже говорил, начинается неизбежный контроль. Контроль также, кстати, создан был на этапе планирования. То есть вопросы о том, что контролировать, как контролировать, и как часто, каким образом и как часто, они разбирались именно на этапе планирования. Вот этот процесс исполнения и контроля, они являются взаимозависимыми, вот эти группы процессов, и, по сути дела, итеративный характер носят. То есть мы сделали что-то определенное на этапе планирования, передали на контроль. Если есть какие-то замечания, то мы это дорабатываем. Снова контроль. Снова дорабатываем, снова контроль. Дальше, наконец, какой-то этап, какая-то версия, проходит наш вот этот контроль, и мы переходим к следующему этапу. После того, как вот в этой череде итеративных процедур выполнено все, что предусмотрено в этапе планирования, мы переходим к этапу завершения. В упрощенном виде последовательность применения групп процессов управления проектом при внедрении информационной системы представлена вот на этом рисунке. Мы его уже с вами разобрали. Здесь также мы обсудили, какие группы процессов, к какому этапу модели жизненного цикла относятся. Я не надолго задержусь на этом слайде, чтобы вы могли его рассмотреть. Если необходимо, вы можете поставить на паузу в видеолекцию в более детально еще раз с ним разобраться. Мы переходим к следующему слайду. Здесь я хотел бы отметить, что управление интеграцией проекта включает в себя действия, процессы операции, которые необходимы для выявления, определения, комбинирования, унификации и координации различных процессов и операций по управлению проектами. Я вас попрошу это записать. Давайте я пока продиктую, что управление интеграцией проекта включает в себя следующие действия, процессы и операции. Это выявление, определение, комбинирование и координация различных процессов и операций по управлению проектами. различных процессов и операций по управлению проектами. Если необходимо, вы можете также, напоминаем, поставить на паузу и записать то, что здесь я вам сейчас диктовал. Так, еще немножко подожду. Потому что, если кто-то записывал, все себе заметки внес. И тогда мы можем перейти к следующему слайну. на этом схеме представлено взаимодействие процессов интеграции со всеми процессами, которые составляют основу жизненного цикла проектирования и разработки информационной системы. В первую очередь, необходимо сказать, почему необходима вообще интеграция процессов управления. Дело в том, что эти процессы взаимодействуют между собой сложным образом. И поэтому необходимо на каких-то конкретных примерах рассмотреть те самые причины, почему это взаимодействие нам так необходимо. И как выстраивается интеграционное взаимодействие групп процессов управления всей проектной деятельностью. Проектная деятельность начинается уже с процессов инициации. То есть, с момента подписания договора с заказчиком или согласования с заказчиком условий договора. При инициации определяются цели, задачи, результаты, сроки проекта. Формируется команда управления проектом. Определяются необходимые ресурсы. Подготавливаются при необходимости рабочие места. И разрабатываются документы, которые необходимы для управления процессом. Ну, проектом. В данном случае. После этого процесс инициации завершается. Мы переходим непосредственно к процессу планирования. Который у нас вот здесь показан. Во-первых, формируется команда управления проектом. Ну, это еще формирование самой команды. Оно происходит на этапе предыдущем. И команда проекта приступает к выполнению. То есть, приступает к процессу планирования проекта. В первую очередь составляется расписание проекта. Как правило, в начале разработки укрупненное расписание составляется, которое должно соответствовать основным этапам договора. А уже затем создается детализация этого расписания. То есть, общий технический процесс, переход от общего к частному. Сначала мы составляем укрупненные расписания, а потом по мере того, как мы приближаемся к каждому очередному этапу, мы начинаем выполнять его детализацию. То есть, расписываем все более и более подробно, что будет выполнено на этом этапе, каковы сроки, каковая взаимосвязь между этими этапами, ну, как бы, под этапами и так далее и тому подобное. С точки зрения управления интеграцией, договор является точкой входа для процесса планирования. Именно договором определяются результаты и сроки проекта. По завершению составления расписания проекта, когда определены задачи, исполнители этих задач, а также сроки выполнения, приступают к выполнению проектных работ. но важно отметить, что процесс планирования при этом не заканчивается. Он продолжается практически до момента завершения проекта. Дело в том, что я уже говорил, у нас с вами можно рассматривать жизненный цикл как поэтапный с обратной связью. Поэтому процесс планирования и возвращения на предыдущие этапы, создание каких-то новых версий и так далее, все это должно также учитываться. И все эти учеты как раз задачи процесса планирования. Поэтому продолжается процесс планирования практически до завершения проекта. В ходе выполнения работ первоначальное укрупненное расписание проекта детализируется, то есть уточняется. А это в свою очередь означает необходимость построения интеграционного взаимодействия процессов планирования с процессами исполнения работы. Вот у нас соответствующая стрелочка сюда идет. То есть мы взаимодействуем с процессами планирования, процесса исполнения. Процессы группы исполнения выстраиваются в соответствии с принимаемыми на проекте методологией внедрения информационной системы. То есть помимо стандарта разработки у нас еще может существовать методология внедрения. Методология это может быть продиктована каким-то определенным стандартом. Например, в нашей стране приняты национальные стандарты ГОС-34 серии. Это могут быть международные стандарты, например, группы стандарты ИСО. Дальше 12207. Это могут быть методологии вендоров. Например, Microsoft Solution Framework. Microsoft Solution Framework как методология она очень интересна, потому что хотя она разработана разработчиком компании Microsoft, она вообще говоря не относится строго только к использованию каких-то программных продуктов или решений компании Microsoft. Вы можете использовать это для любых проектов. Но есть, например, методология, которая используется исключительно, которая компания вендоров заработает в расчете на то, что разработчик-проектировщик будет использовать только их решения. Например, какой-нибудь Accelerated SAP. То есть, если вы автоматизируете свой бизнес использованием программных продуктов SAP, то там есть соответствующая методология внедрения. Соответствующая методология есть у компании 1С, у компании Oracle и так далее и тому подобное. Причем, надо сказать, что вот эта методология внедрения, она должна учитывать методологию вендора, должна учитывать национальные международные стандарты, а также корпоративный стандарт предприятия, в котором это внедрение выполняется. То есть, задача проектировщика и разработчика сложна тем на этапе планирования, что вы должны предусмотреть квинтэссенцию всех этих стандартов. Стандарты иногда не то, что прямо противоречат друг другу, но значительной степени расходятся. И вам надо понимать, как их согласовать. Поэтому процесс планирования, да и процесс исполнения довольно сложная задача, которая требует специальной подготовки, квалификации и навыков. Я обращаю ваше внимание, что этим отличается специалист с высшим техническим образованием от специалиста со средним специальным образованием. Есть программист, он прекрасно пишет, но для этого ему нужно только среднее специальное образование. А вот для таких вопросов сложных как увязать между собой 3-4 методологии нужно уже высшее образование широта взгляда, а во-вторых специальные дополнительные навыки. Так, ну и вообще дальше надо отметить, что с парамента инициации проекта осуществляется непрерывный контроль над всей проектной деятельностью, включая и процессы планирования, и процессы исполнения работы, и процессы завершения, и так далее, и так далее. То есть все процессы, которые мы здесь будем рассматривать, и группы процессов, и отдельные процессы, и составные части процессов не могут выполняться без контроля. Поэтому процессы контроля, они интегрируются со всеми частями. и планирования, и исполнения, и безусловно они входят вот в эту область знания, такое как управление интеграцией. Без этого просто невозможно. Я вообще хочу сказать, что здесь наверное надо пояснить, что под контролем не рассматривается какое-то строгое влияние типа политики корнута и пряники. То есть наказание или поощрение. Нет. Контроль это такой же вид деятельности, который необходим для того, чтобы информационная система, создаваемая на ней, проектируемая, разрабатываемая, она соответствовала всем требованиям заказчика и всем пунктам, которые указаны в договоре. Поэтому мы специально придумываем как часто и каким способом мы будем планировать и выполняем это планирование. для того, чтобы если что-то в процессе проектирования разработки пошло не так, мы могли бы вовремя скорректировать наш план и в итоге выполнить все требования заказчика. Вот для чего нужен здесь контроль. Процессы завершения, которые у нас описаны в этой части и которым вообще-то говоря управление интеграцией также имеет прямое отношение, они формализуют приемку разработанной информационной системы. При успешном завершении приемки информационной системы осуществляется закрытие проекта, включая финансовое и организационное закрытие проекта. Что я хотел бы здесь особо отметить на этой диаграмме, что процесс завершения является на мой взгляд одним из наиболее важных процессов. Потому что если вы не распишите этот процесс завершения в процессе инициации, простите за такой небольшой каламбур, то в дальнейшем будет очень сложно сдать этот проект заказчику. То есть изначально вы должны договориться с заказчиком, закрепить эту договоренность юридически, как будет проводиться приемка готовой информационной системы, какие тесты, какие характеристики должна обеспечить информационная система при каждом виде тестов или какие-то там другие условия. Потому что если эта процедура не будет должным образом прописана, это станет поводом для того, чтобы заказчик затягивал приемку. А затягивание приемки означает отсутствие финансовых выливаний в вашу компанию. поэтому процессом завершения, то есть приемки, необходимо удивлять повышенное внимание, по крайней мере не меньше, чем всем остальным этапом. так, теперь давайте с вами перейдем к управлению интеграцией, рассматриваем определенные этапы, в частности этапы планирования. рассматривать мы их будем в соответствии со стандартом национальным, но вообще говоря, он сейчас имеет более важное значение, потому что PMBOK или Project Management Book of Knowledge является стандартом разработанным в Соединенных Штатах, но в последнее время он начал получать более широкое распространение, в последние 10 лет он внедрился в стандарты СОО, принятые сначала в американские, потом в международные. Итак, здесь основные этапы это создание плана проекта. Под созданием плана проекта поднимается координация всех планов проекта и их интеграция в единый согласованный документ. То есть в процессе нашей дальнейшей проектирования и разработки будет выполняться множество разных этапов и разных много разных видов работ. Все они должны быть скоординированы, так чтобы не возникало простоев вызванных допустим тем, что завершение какого-то проекта можно только после завершения предыдущего проекта. Или наоборот, когда мы все спроектировали, следующий проект, следующий этап еще просто не начался. Такого быть не должно. Поэтому важным этапом является координация всех планов проекта. а затем все они должны быть синхронизированы по времени, скоординированы по каким-то другим параметрам, объединены в единый документ, который будет являться планом, единым планом выполнения работ. Затем у нас идет исполнение плана. Под исполнением плана очевидно понимается выполнение всех работ включенных в план. И как мы уже говорили на предыдущем слайде, важным важным моментом является интегрированный контроль изменений, то есть координация всех изменений в проекте. Как я уже говорил, современные большие проекты разработки и внедрения информационных систем невозможно себе представить без каких-то итераций. То есть неизбежно, как бы мы не старались тщательно спланировать все этапы, у нас всегда будут какие-то в реальности, когда мы будем реально создавать систему, у нас всегда будут какие-то отклонения от плана. И мы обязаны корректировать эти отклонения. Процесс корректировки весьма важный процесс. Давайте рассмотрим его на следующем слайде. Здесь он представлен весьма укрупненно. Здесь что у нас? На входе у нас есть результаты процессов планирования, некий опыт наших сотрудников, есть некая организационная структура нашей вот этой группы. Дальше у нас есть определенные ограничения и определенные предположения о том, как это должно быть, как это будет и так далее. Центральным ядром этого этапа выступает методология планирования, то есть ту методологию, которую мы выбрали, она может по разному методологии, по разному решать разные задачи. Затем у нас есть навыки и знания команды. Это навыки и знания команды вообще о проектной деятельности и оба использования данной методологии в частности. также у нас есть самый главный ключевой момент. Это информационная система управления проектом. То есть это единая информационная система, единый программно-аппаратный комплекс, если хотите, который позволяет нам в реальном масштабе времени управлять изменениями. Тут я должен сделать лирическое отступление и пояснить, что такое управление изменениями. Это очень-очень сложный процесс. Когда у нас какой-то этап работы не принят или мы очевидно понимаем, что нужно что-то скорректировать для того, чтобы в дальнейшем достичь требуемых результатов, мы начинаем всем лицам, которые вовлечены в этот процесс, рассылать уведомления. Они начинают соответственно исправлять каждый свою выполненную работу. И вот для того, чтобы действия были согласованными, у всех вовлеченных в этот процесс людей должны быть актуальные документы. то есть диаграммы декомпозиции обновленные, новые обновленные требования, обновленные правила контроля, обновленные даты контроля. Что бы не было такого? Там приходит и говорит почему вы не сдали работу? Я думал контроль 25-го. Нет, что вы, 25-го уже слишком поздно и перешли к контролю на 23-й. Мы просрочили два дня. Такого быть не должно. вся информация актуальная должна поступать всем участникам этого процесса. Ну и определенная структура управления ценностью нашего проекта тоже должна быть здесь представлена. Что мы получаем на выходе? Мы получаем план проекта и вспомогательные материалы. Что под собой подразумевает план проекта? Давайте рассмотрим. ориентировочный состав плана проекта. Какие документы в план проекта входят? Первое. Это устав проекта. Устав проекта это, во-первых, определение проекта и описание проекта. То есть, какие цели мы преследуем, как мы будем их достигать и что. Точнее, вернее, цель у нас одна, давайте с вами договоримся. Это создание информационной системы, которая отвечает требованиям заказчика. А вот задач может быть много. и задачи вы можете понимать, как вехи, которые наш проект должен пройти, чтобы достичь цели. Ну, как горнолыжник на спуске, если вы смотрели соревнования по слалому, у него есть одна цель. Он должен оказаться внизу. Зачем, он должен сделать быстрее всех. Но он должен пройти через определенные ворота, которые обозначены специальными палками, вехами. Вот. И вот как раз как, насколько будет извилист путь, сколько должно быть этих вех, и так далее, и тому подобное. Все это описывается в уставе проекта. Как мы будем достигать, например, у нас есть задача достичь конца склона быстрее остальных участников. В это входит какой, не знаю, я не горнолыжник, но какие мы возьмем лыжи, как мы будем их смазывать, какие палки, все вот это какие механизмы будем использовать. Все это описывается в уставе проекта, но укрупненно, без каких-либо деталей, более таких подробных, как цифры, контрольные данные. Мы говорим, что мы хотим достичь его и получить все требования, и описываем, каков этот будет путь, и какие инструменты будем использовать. Но детально по месяцам в уставе мы проекта ничего не описываем. Затем в состав плана входит описание стратегии управления проектом. То есть мы показываем, как мы будем управлять нашим проектом, какие мы будем использовать стратегические приемы, как мы будем осуществлять планирование, как мы будем детализацию планов осуществлять, и все это входит сюда. Дальше, Project Scope Management, определение содержания и границ проекта. Значит, здесь понимается, как и граница применимости, и граница возможностей, и что в этот проект будет входить более детально, в отличие от устава, входит именно в этот документ. Дальше, обязательно у нас прописывается иерархическая структура проекта. Дальше, для каждого важного результата, такого как стоимость, дата начала окончания, ответственные лица и так далее, прописывается свой определенный документ. то есть, распределяются роли и границы ответственности. Это очень важный документ, потому что без этого вас ждет неуправляемый хаос. Обязательно прописывается базовый план для контроля проекта. Обязательно в состав плана проекта входят ключевые контрольные точки. Я о них уже сегодня тысячу раз сказал. Определяется их периодичность, потому что все они могут быть разные, то есть, разные виды контроля на разных этих контрольных точках может проводиться. То есть, все это описывается. Дальше описывается, включается в ориентировочный состав плана проекта, включается план управления содержанием проекта. Обязательно включается план управления персоналом проектом. Обязательно включается план управления рисками. Про план управления рисками я хотел бы сказать более подробно. Дело в том, что существуют разные группы рисков и разные способы защиты от этих рисков. Как правило, такие стандарты, как например PMBOK, Microsoft Solution Framework. Они включают эту область знания отдельным пунктом. Там прописываются типовые ситуации, которые происходят в процессе разработки информационной системы. В плане типичной ситуации, которые могут помешать реализации планов. То есть увеличить срок, уменьшить качество, ухудшить качество проекта и так далее. Ваша команда разработчиков, проектировщиков должна быть готова к таким ситуациям. И расписываются также способы преодоления этих сложностей. Это если какие-то риски существуют, которые преодолимы. Но также существует ряд рисков непреодолимых. и единственный способ защиты от них это создание дополнительного стабилизационного фонда, который находится в руках спонсора проекта. Мы об этом позже поговорим. Или же мы можем с вами разработать модель бюджетирования. В особо сложных и очень больших проектах мы можем расписать с вами например план управления рисками с помощью диверсификации. То есть разработки разнонаправленных проектов. это должен быть проект очень большой. Например компания IBM она была к моменту разработки первой платформы персонального компьютера знаменитой PC она была очень крупной компанией уже и они могли позволить себе разработку двух разнонаправленных платформ для персональных компьютеров. Это очень дорогостоящая процедура но в итоге одна из этих платформа PC которую мы знаем она до сих пор работает платформа как архитектура то есть есть разные способы управления рисками и все они прописываются в плане проекта как мы будем то есть все риски делятся на категории и каждой категории описывается как мы этим риском будем противостоять случае возникновения дальше обязательно прописывается план управления качеством качество это отдельная дисциплина к сожалению в нашей стране она пока еще не развита но например в Германии мой коллега он читает так называемый quality management то есть quality management менеджмент качества потому что качество это можно сказать абстрактная такая сущность которая для того чтобы например управлять ей ее нужно в первую очередь определить и выделить то есть прежде чем приступить к любому проекту к реализации проекта например по внедрению разработки информационной системы вам нужно определить сначала а критерий качество б способы оценки их и ц правила их достижения то есть что для вас является ценой потому что очевидно что разные информационные системы в зависимости от их направленности разные свойства этих систем будут являться наиболее приоритетными и будут по-разному определять качество в любом случае мы с вами еще вернемся к вопросам определения качества информационных систем следующих лекций затем план проекта должен включать себе план управления взаимодействием это то что мы обсуждали на предыдущем слайде то есть как различные группы проектировщиков разработчиков будут взаимодействовать между собой в том числе и это управление изменениями и получение актуальной информации и так далее и так далее и тому подобное это крайне важно сам процесс планирования проекта информационной системы является итеративным и интеграционным процессом я в процессе этой лекции уже говорил что сначала создается укрупненный план календарный когда мы подписываем договор и в нем есть какие-то конкретные сроки они выступают входной точкой для всего процесса планирования первоначально создается очень такой крупный план укрупненный что ли что называется вот в котором описываются основные этапы и сроки их реализации то есть смотрите вот у нас есть время и на какой-то долгосрочный процесс мы вот здесь степень детализации очень низкая видите вот по этой шкале детализации мы ее не детализируем пока фазу 3 почему потому что на данный момент мы работаем в фазе 1 и вот фаза 1 нашего процесса она должна быть детализирована с максимально возможной степенью подробности фаза 2 поскольку она является примыкающей к фазе 1 начинает постепенно детализироваться то есть особенно начало фазы 2 которая будет следовать непосредственно за фазу 1 мы должны уже представлять что там будет в том числе и по объему и по срокам а вот чем дальше от настоящего момент времени дальше в будущее тем меньше степень детализации это связано с тем что в принципе вот здесь написано невозможно составить детальный план проекта для всего сразу и на все время вперед это связано хотя бы с тем что мы в принципе не знаем какие риски возникнут в ближайшее время а которые какие риски нас минуют потому что рисков как в плане управления рисками очень много и здесь можно следовать ну такой может быть немножко грубой фразе о том что мы будем решать проблемы по мере их поступления вот это примерно соответствует тому что здесь у меня изображено и то о чем я говорю для также для планирования всего процесса в том числе и календарного используется планирование методом бегущей волны вот оно смотрите здесь то что у нас изображено на этом слайде схематически показано более детализованно реалистически вот у нас есть общий проект новый продукт вот у нас фаза 1 видите что она разбита на пакеты пакеты эти детализованы довольно подробно вплоть до операции второго уровня в то время как пакет 2 детализирован несколько меньше здесь только одна операция 3 детализирована до второго уровня в то время как фаза 2 детализирован только до уровня пакетов а фаза 3 детализации фаза 3 мы в принципе не приступили такое планирование методом бегущей строки очень хорошо согласовывается с планированием и созданием диаграмм ГАНТО, которые, например, вы можете выполнять в бесплатном программном продукте Open Project. Ссылку на него вы видите. Здесь у нас с вами видите составленные процессы. Здесь у нас с вами пакеты. До фаз у нас здесь детализация не дошла, потому что здесь довольно простой процесс, хотя, в принципе, мы можем это сделать. Также здесь у нас есть параллельно с этими сразу вот эти графики. Длина графика означает продолжительность этого этапа в днях. Вот видите, три дня, вот такая продолжительность. Вот, то есть это у нас пакет работ. Вот один день, это маленькая продолжительность. Вот этот пять дней, вот эта продолжительность. Вместе они образуют фазу. Фаза обозначена вот таким вот значком. Ну, здесь, конечно, для простоты у нас там какие-то странные имена, но, по сути дела, здесь написано, кто отвечает за реализацию данного пакета. Также хочу обратить ваше внимание на вот эту стрелочку. Она означает, что проект кодинг не может начаться ранее, чем закончится этап добавления таблиц. В то время как дизайн процесс самостоятельный и выполняется параллельно с вот этими двумя. Так, ну, перейдем дальше. Насмотрим виды планов проекта. Так, перейдем к видам планов проекта. Их существует три основных типа, которые представлены у нас с вами на лове сумки. Ну, во-первых, это предварительный план проекта. Он готовится менеджером проекта до или на начало стадии проекта. Он является предварительным и является основой создания базового плана. Базовый план – это официально утвержденный для управления и контроля документ, относительно которого измеряется выполнение проекта. Соответственно, предварительный план в какой-то этап, в какой-то момент после всех утверждений может стать и базовым планом. Но также надо понимать, что базовый план – это квинтэссенция планов различных этапов проекта, которые предоставляют ответственные по этому этапу. Также следует отметить, что руководитель проекта не может изменять базовый план. Изменяет базовый план спонсор, заказчик или комитет по управлению изменением на основе установленной процедуры утверждения запросов на изменения. Это замечание относится к тому случаю, если на каком-то этапе проектирования становится очевидным, что создаваемые информационные системы не соответствуют всем требованиям. Тогда необходимы изменения. принимается решение о том, будет ли это изменение применяться или будет использована просто именно корректировка на данном этапе. После того, как все-таки принято решение об изменении, принимает его, как правило, комитет по управлению изменениями, председателем, которого является спонсор, заказчик, и только в соответствии с определенной процедурой. После этого начинаются изменения. Ну и существует рабочий текущий план проекта, который в идеале должен полностью соответствовать базовому плану, но поскольку в действительности всегда имеют место какие-либо изменения, как вот здесь уже было сказано, которые соответствующим образом проведены и приняты всеми должностными лицами, то руководитель проекта соответственно рабочий план изменяет. Ну и здесь надо отметить, что характеристики планов, то есть степень детализации определяется корпоративной методологией планированной или контрактом. То есть в зависимости от того, какая методология или какие требования предъявляет нам заказчик, степень детализации планов может быть разной. Слушайте, переключу вперед, хотел показать вам, вот здесь у нас как раз имеется в виду вот у нас есть был какой-то базовый план, но как вы видите, текущий несколько отстает от базового, на какие-то единицы, там на один день, например, или там на неделю. текущий несколько позже выполняется. Теперь вернемся обратно и запишем себе правила эффективного планирования проекта. Для того, чтобы проект был эффективным, нужно соблюдать следующие правила основные, которые проведены на слайде. Первое, что нам нужно, чтобы проект наш был эффективным? Нам нужно убедиться, что каждый член команды проекта лично отвечает за его часть, а назначить ответственность за исполнение каждого пакета работ. У нас не должно быть так, чтобы какой-то пакет работ остался совсем безответственного человека, никто бы не отвечал за его выполнение. С другой стороны, не должно быть так, чтобы два и тем более больше людей отвечали за определенный этап. потому что все это приведет к неразберихе. никто не отвечает, то это вообще никто не сделает. Если отвечает больше одного человека, то каждый будет перекладывать вину за выполнение недобросовестного на другого. И это приведет просто к срыву работы. Нам этого не нужно, чтобы проект был выполнен. Дальше. Нам необходимо разработать подробный план проекта совместно со всеми ключевими участниками. В том числе надо разработать его с учетом интересов заказчика. Я говорю сейчас не о каком-то конкретном лице, генеральном директоре. Генеральный директор, руководитель проекта, он делегирует нам информационные источники. То есть ключевых специалистов различных отделов, которых мы должны опрашивать. Потому что в первую очередь они будут работать с этой информационной системой. вот ключевой план должен быть разработан в том числе с учетом их мнения. Недостаточно просто с ними поговорить и выяснить, что они хотят от создаваемой информационной системы. Важно, чтобы все они посмотрели диаграммы, которые вы создали. Важно, чтобы все они согласовали планы, этапы, сроки реализации проекта. это должна быть такая конструктивная совместная работа. И это надо четко себе понимать. Дальше. Ну, кроме этого, конечно же, они должны быть согласованы в первую очередь, с заказчиком или со спонсором. Дальше. Следующий этап. Это добиться принятия обязательства проекта от членов команды руководства. Мы говорили, мы можем с вами назначить ответственного. Но назначить это одно, а добиться того, чтобы этот человек признал себя ответственным, действительно отвечал, это другое. И надо убедиться, что все они приняли на себя эту ответственность и будут выполнять как следует. Дальше. Крайний, но пожалуй один из самых важных этапов это определить измеримые контрольные события. То есть о чем я говорил, нам нужно вот эти контрольные точки определить, нам нужно определить какие-то их интервалы, они могут быть временные или по объему работы, например, по завершении какого-то этапа, подэтапы, так, 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 но главное здесь, смотрите, определить измеримые контрольные события, то есть нам нужно дойти такие характеристики, которые можно будет измерить у этого контрольные события и сделать заключение. Находится ли это измеримое контрольное событие в условиях, в пределах допуска, или мы не выполняем или слишком сильно перевыполняем план. Вот что нам нужно. Дальше рассмотрим процесс исполнения плана проекта. Здесь у нас входными параметрами или потоком является план проекта, затем различные вспомогательные материалы, опять-таки организационная структура, превентивные действия по снижению риска, это план управления рисками, я уже вам говорил, что заранее разрабатываются те процессы, то есть в зависимости все риски категоризируются, в зависимости от категории риска принимается какое-то решение. На каждом этапе они детально прорабатываются в зависимости от конъюнктуры рынка, и соответственно разрабатываются также индийские по снижению риска. Кроме того, предусматриваются различные корректирующие воздействия, которые могут быть использованы на данном этапе. Внутри всей функциональной системы лежат, во-первых, навыки общего менеджмента. Я хочу обратить ваше внимание, что менеджмент информационных систем, я уже говорил об этом в прошлой лекции, что это лишь часть общего регулярного менеджмента. в первую очередь руководитель проекта, тот, кто будет выполнять проектирование, разработку и внедрение, должен быть хорошим менеджером. Дальше должны быть знания продукта. Недаром каждая компания проводит сертификацию по внедрению. Кстати, такие сертификаты вы можете получить, например, для внедрения по стандарту PMBOK, ну и так далее. То есть, может быть, не обязательно вендоров. Дальше должна быть система авторизации работы. Должны быть обязательные регулярные встречи и собрания по обзору проекта. Должна быть информационная система управления проектом. И должны быть организационные процедуры, которые как раз все это увязывают в едином комплексе интегрированном, которое не просто является общим целым, но каждый из элементов дополняет эффективность общей системы. Вот к чему мы должны стремиться, чтобы процессы не были оторваны. В результате мы получаем какие-то рабочие результаты или запросы на изменения. Если, например, мы считаем, что здесь какой-то коррекции плана, коррекции создаваемого проекта или системы обойтись уже нельзя, здесь нужны более глубокие изменения, тогда мы инициируем запрос, который рассматриваем дальнейшей деятельности. Перейдем к содержанию. Наряда на работу как средство автоматизации работ. Что подразумевается под этим? Что это содержит? Что включается в себя содержание? Прошу прощения. Это краткое, но всеобъемлющее описание работ. Про баланс краткости и полноты мы говорили с вами в процессе изучения дисциплины проектирования функционных систем. Там же такие же требования предъявляются к описанию текстового модели, функциональной модели функционных систем. поэтому здесь детально останавливаться на этом вопросе я не буду. Также важно описать место информационной системы в общей иерархии, то есть кодов донор пакета работ и вышестоящего имента. Затем необходимо полностью изложить бюджет с разделением на статьи прямых расходов. Это очень важная задача. Выполнить произвести расписание выполнения работ начало конец промежуточные контрольные события и так далее. Дать ссылки на спецификации и другие документы. Принести код расходного счета и если необходимо субсчетов. Должны быть все документы скреплены подписями должностного лица инициатора. Должны быть подписи ответственного за выполнение работы. Должны быть указаны в содержании особые условия, если таковые предусмотрены проектом. Следующий этап это анализ исполнения плана. Реальное исполнение проекта практически всегда отличается запланированным. Это связано с тем, что риски возникают. Причем они возникают совершенно не в той последовательности, в которой мы могли бы их запланировать. Например, я давно перестал придумывать и отрабатывать вопросы своим студентам, защищающим ВКР, потому что по моему опыту, как правило, только один из десяти вопросов комиссия реально задает на защите. Остальные вопросы угадать невозможно. также в точности это относится и к рискам при проектировании и разработке и внедрении информационных систем. При небольших отклонениях предпринимаются корректирующие действия. Например, мы можем с вами интенсифицировать работы, сказать, что мы просто работаем дольше. Мы отстаем, но мы отстаем незначительно. По нашей прикидке мы можем например, за 2-3 часа рабочего времени всего коллектива это отставание убрать. Тогда мы будем корректировать. Как правило, кстати говоря, такие небольшие временные интервалы в районе одного дня, если проект крупный, они в принципе закладываются. То есть никогда не указывается минимально возможная продолжительность каждого этапа. Указывается среднее. И соответственно, как правило, этап выполняется в срок. Потому что всегда предусматривается небольшой запас по времени. Просто если мы видим, что мы приближаемся к пограничной черте, не к максимально ожидаемому, а к максимально возможному времени, это требует какой-то конъектировки. Например, в дальнейших этапах работ, чтобы коллектив работал более интенсивно. Нужно выяснить причины отставания. Например, плохая коммуникация, недостаточная проработанность задачи. И устранить это, например, в процессе уже этого и к следующему этапу. Но часто возникают довольно большие отклонения. Когда мы уже не можем простыми способами скорректировать план. И при больших отклонениях они корректируются в установленном порядке. То есть мы их можем рассматривать как изменения. В процессе инициализации и в процессе планирования даже скорее в процессе планирования указывается подробно вся структура управления изменениями. есть как подается заявка, как она рассматривается, в какой последовательности, каким коллективом, кто принимает решение, кто несет за него ответственность и так далее. То есть если мы видим, что мы в значительной степени не соответствуем плану, мы подаем запрос на изменения или отклонения, затем вот этот орган, например, комиссия или комитет по изменению согласовывает, изменяется план, это изменение отражается в содержании продукта и проекта, и затем происходит координация изменений во всех областях проекта с помощью информационной системы управления проектом. соответственно, картинку уже я вам показывал, еще раз на ней остановлюсь, просто чтобы вы могли посмотреть. Здесь как раз вот это все у нас происходит, как у нас изменится все этапы. Они могут линейно измениться, могут нелинейно, это сложный вопрос, который вообще выходит за рамки текущей лекции и следовало бы определять его например в такой дисциплине как именно общий менеджмент. То есть это вопросы сетевого планирования управления, это вопросы планирования времени и управления рисками. Но управление рисками мы безусловно разберем, а вот остальные вопросы необходимы, чтобы вы проработали самостоятельно. я думаю что под этим видео размещу ссылку на учебный советский фильм о правилах сетевого планирования и управления чтобы вы могли ознакомиться с ним. Я очень рекомендую вам посмотреть этот фильм. Впрочем как и всем студентам и в то время когда никакого карантина не было я вел свои занятия очно. К моему большому сожалению очень малый процент студентов смотрит этот фильм. Но я надеюсь на ваше природное любопытство и стремление к познанию. И что вы воспользуетесь этой ссылкой и посмотрите это видео. Так управление коммуникациями. Она реализуется в ходе отчетности о ходе проекта. Контроль изменений в отдельных областях. Это содержание проекта, календарный план, стоимость проекта, качество рисков и снабжений. В результате у нас появляется интегрированный контроль изменений, который является составной частью такой области знаний, как управление интеграцией. Что я хотел бы здесь сказать, что содержание проекта всегда непосредственно влияет на календарный план. Это краеугольный камень и треугольник компромиссов, который мы с вами уже разбирали. Календарный план соответственно прямо влияет на стоимость проекта или на качество проекта. Соответственно стоимость проекта, изменения в стоимости проекта и в качестве проекта меняют те риски, которые могут возникнуть. а раз так, то у нас меняются требования к снабжению. Под снабжением понимают не только какие-то материальные ресурсы, но и трудовые, и финансовые и прочие ресурсы, которые связаны с этим проектом. И естественно, что контроль должен быть не по отдельным этапам или по отдельным видам, а он должен быть суммарный, то есть интегрированный. Потому что очень важно отслеживать изменения. Об этом знают и регулярные менеджеры общего менеджмента. Питер Друйкер говорил об этом постоянно, что организовать эффективный контроль за всеми изменениями, а главное анализ этих изменений, это первостепенная задача любого менеджера. Ну, конечно, хорошего. Любого хорошего менеджера, скажем так. И процесс интегрирования контроля изменений можно представить в виде следующей схемы. обращаю внимание, что это стандарт PaymBlock. Это план проекта, отчеты о ходе выполнения и запросы на изменения. Внутри у нас это система управления изменениями, то есть под системой подразумевается свод правил, если хотите, методика. Затем у нас идет управление конфигурацией. Управление конфигурацией влияет на изменение хода работ, дополнительное планирование и опять важным элементом у нас является информационная система управления проектом. при проектировании любой информационной системы нам необходима своя собственная информационная система для того, чтобы эффективно реализовать процесс создания новой системы. На выходе у нас появляется обновленный план проекта, план корректирующих воздействий и извлеченные уроки. Можно рассматривать это как Best Practices. Но в данном случае Best Practices это лучшие практики. Здесь у нас как бы худшие практики. Нам обязательно нужно извлечь их для того, чтобы больше не совершать подобных ошибок. Хотя часто такие извлеченные уроки могут лишь говорить о том, что сложилась определенная конъюнктура в внешней среде, которая повлияла на необходимость изменения проекта. Но это лишь говорит о том, что проект был спланирован грамотно. Если же сказать, скорее всего планирование проекта было недостаточно хорошо проработано, и поэтому нам нужно скорректировать свои дальнейшие воздействия для того, чтобы не совершать подобных ошибок в будущем. Дальше. Система управления изменениями включает в себя набор формальных процедур. Они должны регламентировать мониторинг и оценку исполнения работы. То есть, опять-таки, мы имеем дело с методикой или методологией. Методика, я уже в начале лекции говорил, это комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемых результатов. А методология это набор методик и правила их использования. То есть, если мы имеем какие-то альтернативные методики, мы должны понять, какую методику в данном случае нам следует выбрать, какой руководствоваться. Так, дальше, что у нас? Должен быть обязательно регламент изменения официальных документов проекта. Это очень важная процедура. Я уже говорил, что управление изменениями это ключевой камень качественного проекта. То есть, если мы все сделаем правильно, но управление изменениями у нас будет хуже, чем обычно, хуже, чем должно быть, то мы вряд ли добьемся хороших результатов. Поэтому должно быть четко расписано. В случае изменения проекта, что делается? Вообще, как производятся эти изменения? Кто их утверждает? Кто несет ответственность? Как изменяется проект? И после изменения проекта, как информация об изменении проекта доставляется всем участникам этого проекта? Дальше. Обязательно комитет по управлению изменениями проекта. Он рассматривает только существенные изменения, которые выходят за пределы компетенции менеджера проекта. В случае отсутствия комитета, его функция автоматически возлагается на высшее руководство компании. В первую очередь на спонсора, но если компания маленькая, то согласовать все изменения должен, например, генеральный директор или владельца компании. Затем, критерии должны быть установлены для автоматического принятия изменений и определения уровня принятия решений по изменению. То есть, определение качественного количества анализа этих параметров. Вот, что подразумевается под критерием. Система управления конфигурацией включает в себя набор формальных процедур и регламентов которые должны позволить произвести следующие основные действия. Первое это идентификация и документирование всех составных частей и характеристик продукта. Я обращаю ваше внимание, что мы проходили с вами в прошлом семейстре проектирование информационных систем и там я вот эту методологию SADT и стандарт ICOM я вам подробно рассказывал. Это идентификация. Второе это то чему мы учились. Это описание, создание текстового описания, создание голосария, создание иерархической диаграммы. Это документирование. Но это то чему мы учились с вами. в реальных системах документирование и идентификация играет еще более важную роль. Недаром на решение этих задач направлен очень многие нормативные документы. Международные, национальные стандарты, рендеров и так далее. Затем контроль изменений составных частей и характеристик. То есть помимо всего прочего мы должны убедиться, что изменения были после всех решений изменения были внесены. Затем должен быть осуществлен, организован и регулярно проводиться мониторинг степени завершенности отдельных частей продукта. В общем, как я сказал, мониторинг это и есть процедура какого-то проведения регулярной проверки. Ну и соответственно проверка соответствия частей установленных требований. То есть часть, которая уже готова, должны всем требовать отвечать. Теперь давайте перейдем к составу процессов управления интеграцией. В первую очередь это разработка устава проекта. Устав проекта формально авторизует проект или фазу какого-то какой-то фазу проекта. Затем разрабатывается предварительное описание содержания проекта. Разработка предварительного описания содержания проекта включающего самое общее изложение содержания необходимо для дальнейшего проекта. То есть без этого описания какие бы мы с вами ухищрения не делали они будут недостаточно понятны. Я сейчас немножко вернусь назад поясню на примере методологии функционального моделирования. Есть нотация это набор графических символов и правила их использования. Но к сожалению большинство нотаций в том числе и те которые используются в функциональном моделировании они не являются строгими. То есть использовать только эту нотацию невозможно воспроизвести или построить информационную систему. Поэтому существует описание так же как в музыке существует партитура к нотной записи существует партитура так у нас существует описание и она необходима. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление и сказать что даже математика современная казалось бы вот нотация строгая здесь нет проблем но действительно когда мы с вами разбираем довольно простые примеры которые изучаем в наших курсах высшей математики матана линейные алгебры вычислить на математике мы не сталкиваемся со сложными какими-то записями. Современная математика которая стоит на передовом рубеже она уже не может использовать для полного описания все те функции привычные которые мы пользуемся и она изобретает новые поэтому например современные математические статьи тоже начинаются с описания того как надо правильно читать данные символы с точки зрения математики это очень важная процедура затем должен быть разработан план управления проектом мы уже об этом говорили должно быть создано руководство управления исполнением проекта должен быть разработан мониторинг управления работами проекта должно быть разработана процедура общего управления изменениями и должна быть полностью разработана процедура закрытия проекта Диаграмма взаимосвязи процессов управления интеграцией в PMBOK 2004, которую мы сейчас разбирали, она представлена на следующих слайдах. Здесь вы можете видеть, что у нас есть разработка устава проекта. Вот у нас инициатор или спонсор проекта. Он выводит содержание проекта, контракт, когда это применимо. С другой стороны, у нас есть факторы внешней среды предприятия, а также активы организационного процесса, которые влияют на этот процесс. Вы видите, что процесс разработки имеет собственное название, собственный код, идентификатор. Текста описания здесь нет, но оно должно быть в реальном проекте. Извините, затем у нас создается устав проекта на выходе, который является, опять-таки, инициирующим воздействием для следующего этапа разработки предварительного описания содержания проекта работ. Который, в свою очередь, результатом которой является предварительное описание содержания проекта, она является инициацией следующих основных этапов. Это определение содержания проекта. И на следующем слайде это разработка плана управления проектом. Разработка плана управления проектом, она частично это итерационный процесс, который выходит в главу 5.12 разработки плана управления проектом и возвращается процесс управления проектом обратно сюда, в разработку плана управления проектом в целом. После того, как план управления проектом разработан, как выходной материал, у нас появляется руководство, мы должны создать руководство, осуществить руководство и управление исполнением проекта. Здесь у нас появляются следующие результаты. Результаты поставки, запрошенные изменения, ну и так далее. Вы это можете прочитать, например, поставив на паузу. А следующий этап у нас это мониторинг и управление работами проекта. Также у нас начинается общее управление изменениями. Это важный этап, который вы видите. Он, как и в блок-схемах, имеет обратную связь вот с этим этапом. Затем у нас есть закрытие проекта. Здесь у нас ряд вспомогательных процессов, которые и так понятны в заказчике. И процедура административного закрытия, которая идет в самое начало проекта. Предварительное описание содержания проекта содержит в себе цели проекта и продукта, требования к продукту и услуге и их характеристики. Критерии приемки продукта, границы проекта, ограничения проекта, допущения проекта, первоначальная организация проекта, первоначально сформулированные риски. Первоначально подразумевается, что из опыта известно, что, как правило, они будут изменены. Поэтому организация самого проекта может быть изменена. Поэтому в предварительном описании у нас только имеется первоначальная организация проекта. Также это касается в полной мере и рисков. Риски особенно динамичный фактор, поэтому мы их формулируем первоначально. Убирая потом из них, возможно, какие-то другие, заменяя и так далее. Затем мы также указываем здесь контрольные события и их расписание. Затем мы указываем первоначальную иерархическую структуру работы. Мы создаем предварительную смету расходов с указанием порядка величины. Мы здесь не говорим о каких-то конкретных цифрах, мы лишь говорим о порядке. То есть это 100 рублей или 1000. Этот порядок, с точностью примерно 10%, должен соответствовать смете, которая будет составлена уже непосредственно на план работы проекта. Хотя я говорил, я вот вставлю еще видео в конце на лекцию по проектированию информационными системами. И хочу отметить, что как бы мы тщательно не планировали смету, вот эти изменения, которые будут вноситься, а они, как правило, будут вноситься, они изменяют эту смету. Поэтому такая смета не более чем иллюзия того, что вы рассчитали все свои расходы. Об этом тоже знают. Всегда создаются стабилизационные фонды, дополнительные средства для преодоления рисков, для компенсации непреодолимых рисков и так далее. Затем тут же приводится требование к управлению конфигурацией проекта и требование к одобрению. То есть кто должен подписывать, как должен быть, какой порядок, кто несет ответственности и прочее прочее. План управления проектом включает в себя процесс управления проектами, отобранный командой управления. Уровень внедрения каждого выбранного процесса здесь описывается. Затем также описываются те инструменты и методы, которые будут использоваться для осуществления этих проектов. Дальше приводится описание того, как выбранные процессы будут использоваться для управления конкретным проектом, включая зависимость и взаимодействие между этими процессами, ключевые входы и выходы. Что я хотел бы здесь рассказать вам про планы управления проектами, прокомментировать это. У нас есть устав проекта, я говорил об этом в начале лекции. В этом уставе проекта расписывается, пишется цель нашего проекта, задачи, способы и механизмы достижения цели. Я также говорил о том, что эти задачи расписываются неподробно. Так вот, дальше мы переходим к плану. И вот в плане они расписываются подробно. То есть здесь уже указываются не только механизмы, но как эти механизмы будут использоваться, конкретные характеристики и сроки приводятся. Также на предыдущих слайдах я показывал, что когда мы, например, с вами рассматриваем фазы проекта, то степень детализации у нас возрастает по мере приближения к конкретной фазе. Сейчас я просто хочу найти этот слайд и показать. Вот этот слайд. Видите, степень детализации. Как этот слайд взаимодействует с тем, что сейчас я рассказываю. Дело в том, что планирование тоже носит стратегический характер. Это стратегия управления нашим проектом. И у нас есть три типа планов. Это краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. Долгосрочные планы охватывают весь период создания информационной системы. Но они мало детализованы, потому что невозможно это сделать просто. Или их можно расписать подробно, но это не будет иметь никакого отношения к реальности, потому что в действительности этот план может быть сильно изменен. Для того, чтобы понимать, что делать в какой-то ближайшей перспективе и как достичь тех задач, которые указаны в долгосрочном плане, создаются среднесрочные планы. То есть они нам показывают, что нужно делать в среднесрочной перспективе, чтобы достичь цели, указанные в долгосрочном плане. И краткосрочные планы, они расписывают нам на ближайшую перспективу, что нужно делать, чтобы выполнить все требования и достичь показателей, указанных в среднесрочном плане. Естественно, что краткосрочные планы самые максимально детализированные. Среднесрочные уже менее детализированные, а долгосрочные более общие. Именно это расписывается во всех вот этих вот пунктах, которые мы сейчас с вами только что обсудили. Ну, а также вы видите, я не буду зачитывать, на слайде приведено, что также входит в план управления проектом. Перейдем к рассмотрению руководства управления исполнением проекта. Что подразумевается под этим процессом? Это выполнение операций для достижения цели проекта. Расходование трудовых ресурсов и денежных средств для достижения цели проекта. Ну, фактически, то есть расходование. Это управление расходованием трудовых ресурсов и финансовых средств. Это управление и подбор обучения и управления членами команды проекта. Я, например, говорил уже, что вам необходимо будет и ваши источники информации, которые являются людьми, например, ключевыми сотрудниками отделов, желательно обучить их методологиям, например, функционального моделирования, для того, чтобы вы могли им показывать созданные схемы, и они могли бы их оценить профессионально. Ну и так далее. Затем, в руководство управления исполнением проекта входит получение предложений от потенциальных поставщиков, выбор продавцов из числа потенциальных, приобретение управления и использование ресурсов, в том числе материалов, инструментов, оборудования и сооружений, внедрение запланированных методов и стандартов, то есть под внедрением подразумевается сама процедура соблюдения строгого соответствия тем стандартам, которые были приняты, а не формальное соблюдение. Затем, внедрение, создание, контроль, проверка и ратификация результатов поставки проекта, управление рисками, реализация мер реагирования на риски, то есть у нас по каждому риску может быть не одно мероприятие запланированное как контррисковое, но нам нужно выбрать то, которое является оптимальным в данной сложившейся ситуации, исходя из наших финансовых и трудовых ресурсов. Управление продавцами, адаптация, одобрение, изменение к содержанию, планам и окружению проекта, создание и управление каналами коммуникации, как внешних, так и внутренних, сбор данных проекта и отчетов по расходам в выполнении расписания, техническому и качественному прогрессу, а также представление информации о текущем состоянии для прогнозирования, сбор и документирование накопленных знаний и осуществление операций по улучшению одобренных процессов. Мониторинг и управление работами проекта. Это сравнение текущего хода исполнения проекта с планом управления проектом. Оценка хода исполнения для выявления моментов, которые требуют корректировки и предупреждающих действий. Ну и затем уже эти действия рекомендуются или предписываются как необходимые. Выполнение анализа, отслеживание и мониторинга рисков проекта до своевременного их выявления, отчета об их статусе, контроль и выполнение планов реагирования на риски. Затем введение, вплоть до завершения проекта, достоверной и актуальной информационной базой, остаившейся продуктов проекта и сопутствующей документации для этих проектов. То есть вы должны создать библиотеку вариантов проектной документации, потому что один и тот же документ может согласовываться несколько раз, а даже много раз. И все версии всех согласований должны сохраняться, вплоть до завершения проекта, а желательно и дальше. Почему? Такие проекты в портфолио любой компании интегратора составляют важную и ценную базу знаний, которая может быть использована при реализации дальнейших проектов. Дальше. Мониторинг управления вызывает представление информации для составления отчетов о текущем состоянии, оценки прогресса и прогнозирования. Предоставление прогнозов для обновления текущих данных, затратах и расписания проекта. Мониторинг обработки одобренных изменений и мер по их появлению. Общее управление изменениями включает в себя также идентификацию необходимости появления изменения или факта его появления. Мы уже говорили, что менеджер проекта должен в первую очередь определять, является ли создавшаяся ситуация поводом для изменений. Или мы можем использовать простую коррекцию. Второе. Это оказание влияния на факторы, ограничивающие общее управление изменениями, так, чтобы внедрялись только одобренные изменения. Здесь основная роль вложится на информационную систему управления проектом. То есть изменений может быть много, у нас есть вся их библиотека, но мы должны сделать так, чтобы одобренные изменения внедрялись. Все остальные оставались просто как история и шли затем в базу знаний. Важный вопрос это рассмотрение одобрения запрошенных изменений. Это целая процедура и общее управление изменениями, это целая область знаний, можно сказать, под процесс, который должен выполняться в строгом соответствии с процедурой. Процедура должна быть разработана и твердо определена в соответствующих документах. После того, как изменение было одобрено, необходимо организовать управление одобренными изменениями, имея их появление путем регулирования потока запрошенных изменений. Поддержание целостности базовых планов путем внесения в продукты услуги только одобренных изменений и поддержания их конфигурации и плановой документации является важнейшей составляющей общего управления изменениями. Проверка одобрения всех рекомендованных корректирующих предупреждающих действий является обязательной для менеджера проекта. Это святая обязанность отслеживать, чтобы все одобренные изменения включались в проект. Затем на менеджера проекта ложатся обязанности по контролю обновления содержания, стоимостью бюджета, расписания проекта, требования качества на основе одобренных изменений путем координирования изменений по всему продукту. Это очевидно. Необходимо также выполнить документирование в полном объеме корректировок, которые вызваны запрошенными изменениями. И, наконец, нужно придумать санкционирование и исправление дефектов, предусмотреть, точнее, а также обеспечить контроль качества проекта по стандартам на основе отчетов о качестве. На этом у меня все. Большое спасибо вам за внимание. Хочу обратить внимание и выразить благодарность Владимиру Ивановичу Греку, на основании которых, материалов которого была создана вот эта презентация. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok